Сегодняшняя тема Последние лет пять российская проза на волне, появляются новые авторы, экранизации по книгам современных писателей. Кто стал для вас открытием? Возможно, с кем-то из создателей этих литературных шедевров вы знакомы лично? Я, если честно, не сильно погружена в современную российскую прозу. Но для меня главным открытием стала Светлана Сачкова и ее роман «Люди и птицы». Со Светланой я знакома давно, мы вместе трудились в редакции журнала «Гламур», тем не менее, я даже не предполагала, что Светлана – писатель, и это уже не первая ее книга. И когда она написала мне о том, что за время пандемии написала роман и хочет, чтобы я его озвучила, я мгновенно согласилась. А потом подумала, зачем я сразу согласилась? А вдруг роман мне не понравится? А вдруг это полная чепуха? К счастью, после прочтения книги Светланы я была в полном восторге. Ей круто удалось отразить наше время, Москву, людей, находящихся в вечном поиске решения проблем. Я бы назвала это психоаналитическим пособием для современного человека. Звучит интересно, после вашего описания книгу захотелось прочитать. Не менее интересно послушать о вашем участии в качестве жюри в премии «Электронная буква – 2021», организованной группой компаний «Литрес». Это первая премия в области электронных и аудиокниг. Как именно вы будете принимать участие в этом событии? Премия разделена на две части. Есть конкурс авторов, есть конкурс чтецов. Ведь всегда интересно найти новые голоса, которые доносят до тебя книгу и задумку автора. Лично для меня это очень важно, я скорее аудиофил, читать нет времени, я больше слушаю. Иногда хочется послушать роман, но он озвучен голосом, который совершенно не ложится тебе в уши, и все, приходится ждать, когда эта книга будет еще раз кем-то переозвучена, или самой читать. Поэтому голос чтеца очень важен. Что касается моего участия, то экспертная комиссия отберет лучшие варианты, и для жюри будет предоставлен шорт-лист, из которого нужно будет выбрать то, что понравилось именно жюри. А автор-победитель будет премирован тем, что его книга будет опубликована в Литрес, издательстве. Для меня это очень интересный опыт. У вас подрастают две дочери, и вы наверняка читаете им детские книги. Не было ли сказок или историй, которые вы открыли для себя по-новому? Фантазийный флер, который я испытала в детстве, читая некоторые книги, быстро улетучивается, когда ты читаешь их своим детям. Например, я купила толстенный том с рассказами Носова. Я помню, как мы хохотали и ставили сценки из тех самых рассказов в пионерском лагере. А сейчас я читаю их и вижу советский, идеологический налет. Вот рассказ про то, как мальчик шел по полю, своровал огурцы и принес их маме. А мама попросила тут же вернуть эти огурцы, они же краденые. Вроде бы, правильная позиция. Но на дворе ночь, и мальчику страшно возвращаться туда. На что мама отвечает, а воровать тебе было не страшно? Иди и верни, или ты мне больше не сын. Пусть лучше тебя в тюрьму посадят. Чем я тебя такого буду дальше воспитывать? Прочитав этот рассказ, я не знаю, как его интерпретировать своим детям. Сейчас мы иначе воспитываем своих детей. Поэтому и стоит дилемма, читать, как есть и объяснять, что неправо оба, и сын, и мама, или выдумывать Заносова на ходу. Например, закончить эту ситуацию так, мама объяснила сыну, что воровство это плохо и они, не дожидаясь утра, отнесли огурцы сторожу, а мальчик извинился. Приходится постоянно контролировать то, что читаешь детям. Но есть и книги, которые снова меня очаровали. В детстве я обожала Кира Булычева и его волшебную Алису Селезневу, которая жила космической жизнью, путешествовала между мирами и спасала планеты. Мы обычно перед сном прочитываем главу и ложимся спать. Но с этой книгой прочитываешь одну главу, а потом становится интересно. Так я однажды прочитала четыре главы и поняла, что дети уже сопят, а мне все так же интересно и я не могу остановиться. А вы сами не хотели бы написать свою книгу? Художественную или автобиографию? Думаю, нужно обладать определенным мышлением, чтобы написать художественную книгу. Из некоторых поток мыслей буквально льется, они не могут не писать. Это настоящая профессия, призвание, данное свыше. Это не про меня. А насчет автобиографии, мне часто предлагают написать книгу об отношениях, но я отказываюсь. Вообще, когда вижу книги звезд типа, как приручить мужчину, как найти принца, а пишет эта звезда, которая развелась в четвертый раз и у которой за спиной пять скандалов, то всегда думаю, кто это читает. Кто на это ведется, вообще если бы я писала, то детскую книгу с кем-нибудь в соавторстве. В этом плане меня вдохновляет американский телеведущий Джимми Филлон, который пишет детские книги. Они такие забавные и милые, короткие, но очень емкие. Наверное, что-то в таком духе я бы написала, но пока нет такого острого желания. Может быть, со временем, для своих внуков я напишу что-то подобное. Кстати, вы не только не написали автобиографию, но интервью редко даете. Я, например, не видела вас ни в одном видеоинтервью у блогеров и журналистов, которые популярны в последнее время. Это связано между собой. Вам не хочется рассказывать о своей жизни. Сейчас действительно много форматов интервью. Есть много подобных телевизионных передач. Мне иногда говорят, что это будет интервью без желтухи. Но иногда сладко-карамельное еще хуже, чем острое интервью. Это же по сути разговор о себе хороший и замечательный. Мне уже перестал нравиться такой формат. Вот сейчас я сижу вам и рассказываю. Но тут делать нечего, приходится поддерживать хорошую тему и повод. Я соглашаюсь только на подобные проекты. Тем более, в своем инстаграме я рассказываю ровно то, что я хочу донести до людей. А все остальное пусть остается со мной. Тем не менее, несмотря на то, что вы сами не так любите давать интервью, вы часто задаете вопросы звездам и делаете с ними интервью. То есть вы человек, побывавший с двух сторон баррикад. Скажите, пожалуйста, как ваш собственный опыт и опыт тех, кто берет у вас интервью, помогает вам в вашей журналистской практике? Журналисты любят «разгончик», начинают вопросы издалека, чтобы разговорить человека. Мне такой формат не очень нравится, это лишняя болтовня и потеря времени, которую потом скорее всего вырежут, останется лишь финальная часть. Поэтому я стараюсь не мучить своих коллег, я беру интервью с места в карьер. Есть инфоповод или острая тема, я начинаю сразу с них. У меня хорошая репутация, и это, конечно, тоже помогает выстроить разговор. Тем более, я многих известных людей знаю, поэтому мне немного проще. У меня как раз есть такой вопрос, который идет после всех «разгончиков» на интервью. «Поправьте меня, если я не права, но, мне кажется, я читала очень давно, что вы первая сделали своему будущему мужу предложение руки и сердца. Это так? Нет, я первая призналась ему в любви. Да, я призналась 24 года назад, и видите, как это сработало, посадила его на крючок. Вообще не вижу в этом ничего странного, особенно если тебя переполняют чувства. У нас принято перекладывать ответственность на мужчин, они должны добиваться, они должны делать предложения. Я не поняла кипеша по поводу девушки Моргенштерна, которая сама предложила ему пожениться. Все почему-то посчитали это унижением. Почему? Если человек испытывает такие чувства. Нет ничего в этом страшного. Раз уж мы о равноправии, тогда напрашивается такой вопрос, как вы считаете, может ли девушка заплатить за себя, а может быть, даже за своего избранника на первом свидании? То, что на свидании можно разделить пополам, это даже не обсуждается. Мир меняется, либо ты подстраиваешься под него, либо со своими упертыми стереотипами и традиционными ценностями продолжаешь с этим миром воевать. К счастью, мир меняют молодые. Как удобно молодежи, так и должно быть. Лично для меня нормально заплатить друг за друга, заплатить вместе. Если девушка хочет и может, то она вольна заплатить за парня. Если он отказывается, то нужно дать ему возможность самому заплатить. Тут все опять же индивидуально. Но вернемся к книгам. Правда ли, что вы не так давно вы похудели с помощью книги? Да, кстати, это была аудиокнига. В течение жизни мы пытаемся бороться с привычками, и мне казалось, что я поборола все, кроме своей любви к сахару. Я была жуткой сладкоежкой с самого детства. Я могла за один присест съесть целый торт. Но поскольку в моей жизни был еще и спорт, то все компенсировалось. Однако в какой-то момент я поняла, что это зависимость. Начало казаться, что сладкое меня порабощает. Видимо, я очень громко думала и в новостной ленте мне попалась книга, «Я не люблю сладкое», от диетолога и терапевта Регины Доктор. Я стала ее слушать и поняла, «Все, что там говорится, я уже знаю, но просто не применяю в жизни». Про то, что сахар – это гормоны счастья, что эйфорию ты испытываешь ровно столько времени, сколько сладкое находится во рту, что когда проглатываешь его, все удовольствие исчезает, поэтому ты берешь один и еще один кусочек. В книге была четкая инструкция отказаться от всего сладкого на три дня, а потом, на четвертый день проследить за своими реакциями. Я так и поступила, и на четвертый день, когда я попробовала сладкое, во рту раскрылся цветок удовольствий, в мозгу началось волнение, но потом я проглотила это и поняла, что это безвкусная жижа, которая уже не несет никакой радости. Так я отказалась от сладкого. Как бонусом ушли семь лишних кг, хотя я и не пыталась их скинуть. Выходит, сахар удерживал то, что позволило мне носить джинсы на один размер меньше. А от каких других вредных привычек вы избавились? Взрываться и выдавать эмоции не по назначению. Я пошла на йогу, я стала медитировать, в итоге я научилась выдавать искренние эмоции тогда, когда меня это действительно задевает, вдохновляет и восхищает, или, напротив, заставляет грустить и удручает. А еще я долгое время курила, выкуривала по пачке в день. Кстати, чтобы бросить, я тоже прочитала книжку, «Быстрый способ бросить курить» Алина Карра. Для меня эта книга была как волшебный пиндель. Теперь смотрю на улице на тех, кто курит, и думаю, боже, он же сейчас вернется в офис, от него так будет вонять. Читай больше интересных интервью.